Вот. Не, ну я сначала начну. Раздражает что? Ну, если я скажу, что я пенопласт, когда кто-то трет, допустим, и меня это раздражает, я на Америку не открою, у многих это раздражает. Персики я не ем. Вот абрикосы ем, а персики нет, потому что стоит мне до персика дотронуться, вот у меня эффект наждачной бумаги, и мне начинают вот так вот буквально колотить. На самом деле, да. Жена иногда говорит, ну я тебя хоть почищу, ну если почистишь, я съем. Раздражает, ну это такая ерунда, это мелочь. Раздражает, вот Антон Павлович Чехов же говорил, хамство отвратительно, вот именно хамство. Грубость я еще могу принять, а вот когда хамят, открою на улицу, тогда нет. Девушки, курящие на улице, вот идет девушка на улице, курит. Вот я сам бросил курить два года назад, я никого не агитирую, ради бога, каждый к этому должен прийти сам. Но когда девушка идет по улице и курит, ну это ненормально, вот хоть убейте меня, ну пойди ты встань там где-то в уголке, там покури там, ради бога. Водители, грубо говоря, безбашенные, то есть люди, которые вообще не имеют никаких понятий о вождении, которые садятся за руль и, то есть вот он приехал, я конечно извиняюсь, но он думает, что БМВ можно поиметь так же, как и Ишака, издевается над этой машиной. То есть есть вещи какие-то бытовые, которые на самом деле в ярость не приводят, но, скажем так, душу немножко царапают. Телевидение, допустим, смотреть практически нечего, хотя в принципе даже в плюс, что я перестал смотреть телевидение, то есть передачи рассчитаны в большинстве своем такого невзыскательного зрителя. Ну что еще? Музыка, вот российская эстрада, российская попса, не эстрада попса, потому что есть эстрадные исполнители, которых я все равно не слушаю, но российская попса, она жутко раздражает, просто вот, как по анекдотам женщины, раздражает, раздражает доктор. Да, то есть, ну, все-таки же больше вещей, которые на самом деле радуют, допустим. То, что мне пришлось быть в Москве 90-х, пожить какое-то время, и сейчас я вот живу в Москве, вот, то есть это два разных абсолютно города таких на самом деле. Москва стала другой, и вот это вот радует, хотя есть какие-то минусы, как и везде. Поэтому больше хорошего, чем плохого, скажем так. Так.